Психоневрологическая больница, регистратор, здравствуйте. Добрый день, это психушка же, да? Да, что хотели. Подскажите, тут по городу Сургуту бегает какой-то мужчина, всех по лицу бьет. Как-то можете среагировать на этот инцидент? Звоните в полицию, у нас машин-то нет, или бригада скорой помощи, но, скорее всего, в полицию надо. Так он и полицейских бьет? Ну, у нас своих машин нет, мы не ездим на выезды, скорую, значит. То есть сами полицейские должны его привезти, да? Да, да. Полицейские, они везут его, они знают, куда везти. Ну, я не знаю, вот один приехал, даже двое приехали, он там начал руки распускать по лицу, бить их. Ну, и они что, уехали? Ну, я не знаю, чем там окончилось. Ну, это видео... Сейчас они его заберут и привезут, значит, нам. Ну, это кому звонить? Это этому, начальнику полиции звонить, чтобы он приехал за это, привез его? Ну, почему начальнику полиции? Есть же, вот, звоните на 02, вызовите, и все. А то, что он еще, это, ну, неадекватно, если ведет, то есть вы только... Ну, это вот, да, они его заберут и привезут нам на свидетельство, здесь проверят его. То есть только через полицию, да? У нас уже нету своих. Ну, конечно, у нас, потому что машин нету, мы не выезжаем, нас в скорой привозят. Как бы у нас нету своих машин. Понятно. Хорошо. Попробуем позвонить начальнику полиции. Всего хорошего. До свидания. УВД города Сургута, Гарамыш, здравствуйте. Здравствуйте, это дежурная часть? Да, дежурная часть УВД города Сургута. Говорите, что у вас случилось. Отдел полиции номер 3, да? Нет, УВД города Сургута. А подскажите, я хочу дозвониться до отдела полиции номер 3 города Сургута. Какой у них телефон? Подскажите, пожалуйста. У них нет прямого телефона. Что у вас случилось? Ну, как, нет, а мне нужно поговорить. Подскажите, там начальник сейчас ловит кто? Секундочку. Луценко Дмитрий Николаевич сейчас там. Вот мне с начальником нужно поговорить. Как мне с ним поговорить? А что у вас случилось-то? Вы по личному вопросу какого-то? Ну, как по личному? По общественному. Я журналист. Мне нужно с ним переговорить. В его же интересах. А, вы журналисты хотите с ним переговорить? То есть сообщение никого не хотите? Я оставляю сейчас. Секундочку. Среди с третьим отделом полиции. Жду. Отдел полиции номер 3. Помощник оперативного дежурного. Добрый день. Это отдел полиции номер 3? Да, совершенно верно. Вы дежурный, да? Помощник оперативного дежурного. Я представился. Добро. Подскажите, что-то там я слышал по сругу, какой-то недократный мужчина бегает, дерется. Я вот звонил в психушку, они мне сказали, что только через вас. То есть нужно в полицию звонить, чтобы они приехали за ними забрали его. И привезли в секунду. Где бегать? А? Где бегать? 22 мая где-то в районе 50 лет в ЛКСМ. То есть он перемещал. Бегал? Да, да, да. Но это личность известная. Я думаю, вы его тоже знаете. Факт в том, что он ездит на машине с заклеенными номерами, и когда его разоблачили, он начал в драку лезть. Это с бабушкиным, что ли? Да, да, да. А что вам? Ну, я беспокоюсь за жителей города Сругута. Я требую принять меры. Почему? Проверить на адекватность данного мужчину, потому что он, скажем так, распускает руки на пустом месте. Не, я видел, там материал собран. Иванов писал заявление, здесь его делали полиции. Ну, вы как считаете, он себя адекватно ведет? Я считаю, что нет. Ну, вот я делаю вам официальное заявление согласно закону 59, статья 4, пункт 1. Примите восстное обращение. Требую проверить бабушкину на адекватность отвезти его в стихушку. Фамилия, скажите свой вопрос. Антон Николаевич Булгаков. Адрес проживания вашего? Проспект Комсомольский, 21, квартира 16. Телефон для связи. Ну, как проживание? Там проживать невозможно, там дверь вынесена. Ну, это понятно. Что вы спросили? Телефон для... Телефон? Телефон, телефон. 667744. Так, получается, вы хотите, чтобы мы проверили на адекватность гражданина... Бабушкина Антона Владимировича. Майор отдела Т. Вот как он меня в стихушку сдал в октябре, прошу его также сдать и проверить на адекватность. Не прошу, а требую. Я понял вас. Ваше сообщение зарегистрировано. Номер КУСП, сообщите, пожалуйста. 101-91. Так, и что? Какие меры дальше будете предпринимать? Да, вас уведомят. Уведомят? А будьте добры, переключите, пожалуйста, на Луценко Дмитрия. А у меня нет такой функции, переключать. А дайте номер телефона его прямой. 25-24-62. 24-62? Ага. Всего благодарства. Ага. Всего хорошего. Всего хорошего. Луценко. Дмитрий. Да. А подскажите ваше отчество. Николаевич. Дмитрий Николаевич, Антон Николаевич Булгаков беспокоит. Я вам звоню по какому поводу? Потерялся, что ли? Что? Потерялся, что ли? В смысле потерялся? Ну, спрашиваю. Потерялся, куда звонишь-то? Вам звоню. Вы же начальник отдела полиции номер 3? Ну, я слушаю, я слушаю. А это же вы были начальником отдела ТЭ в октябре прошлого года? Наверное, да. Наверное, да? Да, да, да. А точнее можно сказать? Ну, что надо, говорите. Я вам звоню по поводу зарегистрированного сообщения о преступлении. То есть я позвонил сейчас в дежурный участок вашего отдела полиции. Ага. И потребовал проверить на адекватность Бабушкина Антона Владимировича. То есть отвезти его в психушку. Ну, хорошо. В соответствии с законодательством, я думаю, все будет выполнено. Не переживайте. Ну, вот как вы подписывали направление. Вот сам. Алло. Добрый день. Дмитрий Николаевич. Да. А подскажите, по Бабушкину какие-то меры предприняты? А кто это? По какому Бабушкину? Ну, Бабушкин Антон Владимирович. Кто такой Бабушкин? А что вам Бабушкин? Сын Владимира Анатольевича. Времоначальника Сургута. Вам что надо? Ну, я вчера зарегистрировал сообщение о преступлении, что по городу Сургут перемещается мужчина. Ну, раз зарегистрировали, значит, отпишите вам по территориальности. Потребовал его сдать в психушку. Кого вы потребовали за эти психушку? Бабушкина Антона Владимировича, который ходит по городу, заклеивает номера на своем освобождении. А вы знаете порядок? Ну, я знаю. Я подал заявление. Психоневрологический диспансер принимает людей. Мне выбрали. Мне выдали этот номер курса. По НД нам надо обратиться. Я обращался, они говорят, звоните в полицию. Вот я позвонил в полицию, зарегистрировал сообщение о преступлении. Мне выдали курс. Ну, раз зарегистрировали, значит, рассмотрят. Ну, вы в каком стадии рассмотрели? Вам поговорить со мной хочется, что ли? Меня интересует безопасность города, потому что по городу перемещается безопасность объекта. Мне показалось, что вам больше поговорить со мной хочется, больше всего. Ну, вы готовы сообщить, какие меры приняты или нет? Кому сообщить? Вы кто? Я журналист. Антон Николаевич Булгаков. Ну, приходите ко мне сюда, я вас послушаю. Здесь мы обсудим. К вам в полицию я уже ходил. У вас там решетки и применяй физическую силу. Ну, все, я вас здесь жду. Здесь мы с вами все вопросы обсудим. То есть вы хотите применить ко мне физическую силу? А вы кто? Я вам пояснил. Я не понял. В смысле пояснил? Вы меня не слышали? Я журналист. Какой журналист? Журналист чего? СМИ, закон и порядок, прямой эфир. Ну, извините, я вас не вижу. Не видите? Я вам могу позвонить тоже и сказать, что я там... Откройте интернет, посмотрите мои видео. Так вот, зачем мне интернет открывать? У меня другие задачи. Давайте это самое, не отвлекайте людей от работы. Я вам делаю официальный запрос от СМИ, закон и порядок. До свидания. Как журналист? Вы отказываетесь? Мне очень приятно было с вами пообщаться, Антон Николаевич. Так. Всего вам хорошего. Можете еще раз позвонить. Я с удовольствием с вами пообщаюсь в любое время. Давайте прям сейчас пообщаемся. Все контакты телефонной психушки можете найти на сайте сургут-пнд.ру. Вот они здесь находятся. Телефоны все здесь указаны. Приемного главного врача Новиков Андрей Петрович. Он сейчас по сведениям некоторым в командировке. За него Чернова, исполняющий обязанности. Я звонил вот по этому телефону. 94-04-63. Напомню, 24 мая был подан иск. Третий уже. Два предыдущих были Кирохову. Но так как его уволились, теперь главный по городу Сургуту Бабушкин. Третий иск подан к УМВД по городу Сургут. Здесь подробности. Сам иск приложен в приложении. 22 мая он принят судом по почте. Я сделал звонок к Сургутский городской суд. Мне сообщили, что третий иск тоже отклонен. Причины не сообщили. Уведомления об отказе в принятии иска не отправили. По заверениям Вагановой Дарьи Александровны, судья, который отклонил иск, Паничев Олег Ильизарович. В понедельник будем звонить, выяснять и требовать уведомления. Напомню, 25 сентября прошлого года были изъяты вещи незаконные из моей квартиры. Изымал бабушке младший. Дали его начальник. 16 октября направил вот такое обращение к главному врачу психушке Новику Андрею Петровичу с требованием сдать меня в психушку. Тут написан полный бред. Подписал Луценко Дмитрий Николаевич. Начальник, подполковник полиции. Он является начальником отдела Т. Являлся. Сейчас он в Рио. Начальник отдела полиции номер 3. Вот его фото. Он прекрасно меня знает. Мы с ним много раз беседовали. Именно он мне посоветовал оставаться человеком. Что я делаю до сих пор. И собираюсь далее. Вот это выписка из медицинской карты. Именно бабушкин Антон Владимирович. Вот его телефон. Привез меня в психушку. Вместе с другим сотрудником отдела Т. По имени Денис. Вот протокол. Якобы осмотры жилища. Мы это уже рассмотрели давно. Жилища они не мерили права заходить. Только в рамках уголовного дела. Либо по отдельному постановлению. Они использовали незаконные постановления. Чтобы зайти в мою квартиру. Вот тут он прописан. Старший оперуполномоченный. Не помню как называется. Уголовный розыск по линии Т. Это отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. МВД России по Сургуту. Майор полиции. Бабушкин А.В. Адрес мой. 25 сентября. Вот еще одно направление. Тоже подписано Луценко Дмитрий. Именно ему я и звонил. Чтобы он определил Бабушкина в ПНД. Дабы проверить его адекватность. Как вы слышали сами. Дежурный отдела полиции номер 3. Согласился что Бабушкин ведется неадекватно. Вот такое письмо сегодня получил. Впервые от Романицы. Романицы это начальник ОМВД Пахмау Югре. Тут он пишет что ваши сообщения о преступлениях. Зарегистрировано в книге учета сообщения о преступлениях. Номер 3502. То есть то обращение по Бабушкин, которым мы отправили 29 мая. По поводу его рукоприкладства и заклеивания номеров. Это заявление принято на уровне ХМАУ Югра. То есть сам Романицы ведет процесс. Я думаю Бабушкин все таки будет привлечен к уголовной ответственности. Во всяком случае мы приложим все усилия, чтобы именно так и получилось. Также был признан факт подчиненности Бабушкина Владимира Анатольевича и его родственников. ОМВД ХМАУ Югры признало это. И назначили проверку. Было направлено множество других обращений. Но они игнорируются полностью. То есть они видят только если Бабушкина с поличным. Никто не хочет поднимать ни видео, ни протоколы. Хотя все документы, все расписано. К каждому посту начиная с июня прошлого года прилагаются вот такие документы. Тут все расписано. Вот это видео про управление мафиозных бабушкиных дел. То есть там Ерохов сейчас уволился. Главный сейчас по городу Сурготу Бабушкин. Его сын в отделе Т работает. У них еще там мама, жена Бабушкина Валентина Геннадьевна. И еще предположительно родной сын. Ну а далее Бабушкин сам себя скомпрометировал. Клеил свой номер. Его на этом поймали. И вместо того, чтобы адекватно поговорить. Что удивительно. Поймал его на этом бывший сотрудник ГАИ. Получается действующий сотрудник УМВД России по городу Сургут. Бьет бывшего сотрудника УМВД в России по городу Сургут. Ну точно так получается. Свои же бьют своих. Причем по беспределу. Потому что нарушает ПДД. Нарушает административный кодекс. И при этом руки распускает. Об этом сообщено во всех СМИ. По России 24. О Сургут. Вот Россия 24 об этом рассказывает. На всю страну. Навальный об этом же говорит. И плюс параллельно сотрудники ГАИ разоблачают Кузовлева. Который обязывает нарушать клятву. И требует от своих подчеркновенных обязательно 300 нарушений фиксировать. Вне зависимости от того есть они или нет. 27 мая мне пришло такое сообщение очередное от Бабушкина. Где он уже, ну естественно нарушения он не видит. Ни за своим сыном, ни за своими подчиненными. И он получается вот приглашает уже в другой кабинет. Это за моими вещами. То есть мои вещи были перемещены. В другое место. Из кабинета Бабушкина младшего в кабинет Бабушкина старшего. Все статьи и подробности, видео не буду делать длинное. Все статьи и подробности вместе с опросом, что делать с Бабушкиными. Смотрите на страничке Сургуднадзора ВКонтакте. Вот видео Навального. Тут все подробности про Бабушкина. Все телефоны у вас есть. Я вас ни в коем случае не призываю звонить куда-либо, с кем-либо разговаривать. Мотать нервы. Выяснять как происходит процесс реагирования на данные преступления. Все телефоны даны в информационных целях. Также до сих пор не возвращены вещи не только мои на сумму более 400 тысяч. Ну и вещи наших соратников, которые приезжали выяснять, почему взломали мою квартиру. Видео об этом вот здесь. Про Бабушкиных здесь. Нашим соратникам до сих пор не вернули ноутбук, видеокамеру и сотовый телефон. Плюс из моей квартиры были изъяты еще вещи 13 марта, когда мы подали в суд на Ерохово. Тут же Бабушкин приехал опять же с ОМОНом, со всем отделом Т. Они взломали квартиру и вынесли еще вещи. По официальной версии был трупный запах из моей квартиры. И по подъезду бегал неадекватный мужчина. То есть им нужен был либо мой труп, либо снова меня в психушку сдать. Мы сейчас запускаем обратный процесс согласно народному опросу. То есть народ проголосовал. И большинство народу проголосовало именно привлечь к уголовной ответственности. Чем мы и занимаемся. Что в принципе и сделал Романица. Так что народ делайте выводы. Кто такой Бабушкин? Кто такой его сын? И стоит ли ему вообще руку сжать в любой обстановке при любых условиях? Я думаю теперь Бабушкин их знает вся страна. И никто им руку не подаст. При этом правозащитную деятельность мы ведем с июня прошлого года. И постоянно сообщаем о совершенных преступлениях в МВД, в Средственный комитет, прокуратуру. И все бездействуют. Силютин, Бабушкин, Ерохов. В том числе Романица, судьи все, Бурлуцкий и другие. Кстати, Бурлуцкий, который назначил принудительное бессрочное лечение, мне, его решение было опротестовано в апелляционном суде и полностью разбито коллегией судей из Хантамансийского округа. То есть по идее Бурлуцкого вообще надо уволить по несоответствию занимаемой должности. И даже адвокат, которого мне назначили, пошел против меня. То есть по идее он должен был защищать меня, а он пошел против меня. И плюс меня еще из зала суда выгнали. То есть беспредел полнейший творится в Сургуте, и все это прикрывает прокуратура города Сургута в лице Балина, Следственный комитет, начальство МВД. Все закрывают глаза на беспредел. И вот во что это выгляделось. Бабушкин размахивает кулаками на улице, заклеивает номера себе, ездит с такими номерами. Вы что ждете? Вы хотите, чтобы как 10 лет назад в Москве было, когда полицейский выхватил пистолет и начал расстреливать всех подряд в торговом центре? Вы куда все смотрите? Алло, Антон Николаевич? Слушаю. Здравствуйте, Сумвдар России по городу Сургуту звонят вас. Откуда? Меня зовут Сумвдар России по городу Сургуту. Мирова Васильевна Владимировна. Здесь у вас вещи хранятся. Не могли бы подойти и забрать? Так, а вы где их взяли? Ну, получается, смотрите, это вещественное доказательство, как я поняла, у вас изымали. Мы являемся сотрудниками тыла, да, я гражданское лицо. Вот мне попросили позвонить вам, сообщить, чтобы вы приехали сегодня и забрали. Так, а кто вас попросил? Ну, такую информацию я вам не могу сообщать. Ну, ваш начальник непосредственно. Да, попросили, да, чтобы вы приехали, вам должны выдать это все. Вам там необходимо расписаться, чтобы вы получили все, осмотрите, посмотрите, что все в хорошем состоянии. Должность назовите еще раз вы. Я говорю вам, я гражданское лицо. Секретарь. Секретарь, гражданское лицо? У вас договор с ОМВД есть? Есть. Это имеет как-то значение? Ну, имеет, конечно. А вы в курсе, что происходит у вас там? Бабушкиным, Ироховым. Смотрите, я вам хочу пояснить, что мне попросили, чтобы я вам позвонила, чтобы вы сюда пришли и забрали вещи. Так вот, разговаривать я буду только... Так и передайте. Разговаривать буду только с Бабушкиным. Владимиром Анатольевичем. То есть, вы хотите, чтобы он вам лично вручал вещи? Либо с его сыном. Разговаривать буду только с ними. Всего хорошего. До свидания. Благодарствую. Следите за новостями.